Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот и прошла первая неделя Великого Поста. Она была очень напряженной. Те из вас, кто ходил регулярно на службы, знают, что службы служатся особым великопостным чином. Они удлиняются. Вечером читался особый, достаточно большой, пространный, покаянный, великий покаянный канон Андрея Критского. На первой неделе, так же, как и в течение всего поста в будние дни, не совершается полной литургии. То есть, на самом деле, пост — это не просто воздержание даже от пищи телесной, от мяса, от молока, от скоромного. Мы даже лишаем себя пищи духовной в эти будние дни. Не совершается полная божественная литургия. Мы причащаемся прежде освященных даров для того, чтобы совсем не остаться без причастия. Да и то только в среду и в пятницу. Все это накладывало на нас и накладывает определенный отпечаток, задает определенный вектор духовной работы, духовной жизни. И вот первое воскресенье Великого Поста, которое мы позавчера с вами отпраздновали, называется Торжество Православия. И вот сегодня о Торжестве Православия мне бы и хотелось поговорить в нашей студии с нашим гостем, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, Боряшко. Здравствуйте. Торжество Православия. Мне бы сейчас хотелось, я не знаю, может быть, я сейчас соберу камни в свой адрес, потому что, ну, напомню нашим телезрителям, что Торжество Православия — это особый чин богослужения первого воскресного дня Великого Поста, когда мы выходим по окончании литургии, в больших крупных соборах зачитываются анафемы. Анафемы — это, собственно говоря, ну, такие проклятия в адрес всех тех, кто искажает исконное догматическое вероучение Православной Церкви. Прославляются все те, кто, соответственно, чтят и славят Господу Бога право. И такое торжество истинного, подлинного, глубокого понимания не столько даже вероучения, сколько, собственно говоря, Господа Бога. Мы ликуем от того, что мы православные. То есть мы не над кем-то торжествуем, что там, над мусульманами, что они неправославные, над еретиками-раскольниками, что они неправославные. Нет, это внутреннее торжество от того, что я славлю право. То есть это такое торжественное пение символа веры приходом совершается в этом чине. Но вот у меня, честно говоря, такое очень с болью и с горечью я отмечаю, и у нас с вами был, сколько получается, три недели назад слет православной молодежи, в ходе которого обсуждалась такая интересная тема. Ортодоксия и ортопраксия, да, зазор величиной с революцию, так называлась тема. Ортодоксия — это, собственно говоря, православие, а ортопраксия — это то, как на практике в жизни христиан реализуется их православие. И вот тут мне, конечно, печаль. Действительно ли можно сейчас, на данный момент, говорить о торжестве православия? Как вам кажется? Сложный вопрос, такой, да, провокационный во многом. Я думаю, что так же, как и в церкви, мы можем выделить божественную невидимую составляющую, да, и человеческую составляющую видимую. Так же и в каких-то исторических моментах мы можем выделить, ну вот, реально что-то, да, что торжествует, и то, что пока нуждается в изменении в каком-то. Конечно, обе эти стороны, они присутствуют всегда, потому что для меня первая неделя поста — это, конечно, торжество в том смысле, что я вижу много людей на службе, я вижу покаяние этих людей, я вижу причастность этих людей к Христу. И это для меня, как для православного священника, самое, наверное, радостное, что может быть, когда люди приходят к покаянию, когда люди приходят ко Христу и соединяются с ним, и вместе с ним, вместе с этим соединяются вместе, вот в какую-то общность единую. Это торжество. А насколько мы можем судить о том, что это торжество всецело, скажем, в нашем российском обществе, это, конечно, грустная сторона вопроса, потому что далеко не всецело. Далеко не все, даже очень многие, не понимают смысла христианства, не понимают смысла покаяния, не понимают того пути, которым во Христе Бог ведет людей к спасению. И это, конечно, в чем-то еще та Нива, на которой нам и предстоит, по сути, работать. Поэтому тот зазор, который существует между правомыслием, православием и праводеланием, то, что ты как это реализуешь, он, конечно, всегда... Я студентам на лекциях по мировым религиям, я всегда говорю, что в любой религиозной системе, в любой вере нужно различать несколько моментов. Та истина, которая открыта, да, это вот, скажем, для христианина это полнота откровения. Полнота откровения, сто процентов того, что тебе нужно и необходимо, Бог тебе открыл. То, что ты услышал из этого откровения, потому что мы можем делать акценты на совершенно разных вещах. Можно сделать акцент на том, что Христос превратил воду в вино и просто превратить свою жизнь в винопитие. Ну, например, как такой вариант, да, услышание. И, наконец, то, что ты сделал из того, что ты услышал. И, конечно, вот между этими... Это как концентрические круги. Конечно, из того, что вообще открыто, и того, что мы делаем реально, это в любом случае, даже у святых, это большой зазор. Ну, вот это просто милость Божия, что хотя бы что-то мы из этого можем сделать. И это уже нас приближает к Царству Божьему. Как-то у нас был здесь в гостях, и на слете, вот, на форуме он тоже выступал, Сергей Кредич. У него есть очень интересный, как у философа, у него есть очень интересный диагноз вообще вот всей этой ситуации. Он называет это мировоззренческая шизофрения. То есть, когда, например, человек православный по принадлежности к вере живет как язычник. Вот. То есть, когда он о православии вспоминает на масленицу, но при этом на масленицу он забывает, что это сыропустная неделя, он поедает в безумном количестве, там, не знаю, блины с мясом и так далее. Если сжигает чучело в воскресенье, на прощенное воскресенье он, ясно дело, не приходит, празднует масленицу как некое начало поста, при этом начинается на следующий день пост, он не постится. Но, если вдруг его спросишь, какова религиозная принадлежность, человек абсолютно уверенно, спокойно заявляет о том, что он православный христианин. И вот в этой связи у меня вопрос. Вот. Вот когда была эта лекция отца Максима Соколова, который тоже был несколько раз гостем данной передачи, интересную проблему он поднял. Он вспомнил притчу о Самарянине. И Самарянин, который, ну, вот с точки зрения фарисеев, не был православным. Да, то есть славил он неправо. То есть это был еретик, это был отщепенец, это был и народец, и наверец, и сгой. Но его Христос ставит в пример как праводелающего. То есть как того, который, может быть, не являясь православным, живет по православному. И этот вопрос очень часто звучит, ну, адресуется к священникам. Как быть? Как мы найдем, какой мы найдем, какой ответ мы найдем на возникшее противоречие? Вот человек никогда, может быть, и не был православным, но жил по-православному. Вот как разрешается это противоречие? Как вам кажется? Может быть, если нету готового такого ответа, если он не вспоминается, может быть, своя точка зрения. Ну, готовых ответов тут, наверное, трудно принять каких-то вспомнить. Но ситуация на самом деле очень интересная, потому что Господь разными путями ведет людей. И это опять, по сути, иллюстрация вот той схемы, которую я обрисовал. Потому что есть что-то, что открыто, есть что-то, что я услышал, есть что-то, что я сделал. И, конечно, то, что открыто, оно разными путями людям. Если ты живешь в Китае, то через Конфуцию Господь что-то мог тебе сказать такое, что Господь этот народ благословляет, их уже миллиард, они сдерживают. То есть у нас проблема демографического кризиса, что мы не знаем, как, чтобы люди рожали. А там проблема того, что если они начнут рожать, это будет уже два миллиарда совсем скоро. И это тоже Божие благословения. То есть, опять-таки, что-то люди это делают, что Богу угодно, Он благословляет их. То есть размножение, расположение и благоденствие в чем-то. Многие товары в Китае заказывают люди дешевле, потому что люди работают, им важно продать, а не просто заработать на тебе 300% прибыли, просто потому что ты где-то перепродал. То, чем мы в основном занимаемся в России, фирмы какие-то, подешевле купить, подороже продать. Не производство. Поэтому то, что услышали и сделали, бывает, что на самом деле откровение это совсем какой-нибудь узел. Кто такой Конфуций по сравнению со Христом, например? Конечно, это величина второстепенная для меня, по крайней мере, как для христианина. Но даже если в этом малом откровении, из него они делают 80-90% из того, что открыт, конечно, это будет движение. А из того большого океана благодати, который дарует Христос, если мы из него делаем на 0,1%, ну, вот настолько и выход идет. Поэтому тут вопрос как раз в делании, на самом деле. Я всегда и студентам на лекции, и с людьми в общении, я всегда ставлю на вид, что православие — это в первую очередь практика. Ну, и мы вчера на клубе обсуждали, что в любом деле 70% практики — 30% теории. Ну, какой-то такой процент. В спорте, может, даже больше практики. Процент 80% практики — 20% теории. Потому что и то, и то нужно, но практики, как правило, должно быть больше. Вот в православии то же самое. Откровение — это теория, ну, в чем-то. Ты можешь все знать, ты можешь все читать. Атеист может прочитать Библию, атеист может прочитать Новый Завет три раза. И цитировать его. И цитировать его дословно, а ты, может быть, даже не знаешь, что это вторая глава, третий стих Евангелия от Иоанна. А он знает. Но это его нисколько к Богу не приближает, эти знания. Потому что, как говорит апостол Павел, буква, она убивает. То есть смысл Нового Завета для христианина — то, чтобы эта буква, она проросла в дух. А дух — это то, что ты делаешь. Дары духа — это дары действия, это сила, которая дается для того, чтобы ты что-то реализовал из того, что ты услышал. И поэтому, конечно, и православия в том числе в первую очередь практика. Конечно, ты должен знать и теорию. Именно поэтому, скажем, ранняя церковь, она особо не рефлексировала на тему, сколько природ там во Христе, какие-то догматы. Они не были проговорены вплоть до эпохи Вселенских Соборов, 4-й, 8-й век. Они были в каком-то состоянии, когда человеку это было особо-то, ну, и не нужно. Ну, как-то анализировать. Потому что ты следуешь за Христом, для тебя Христос — это все, и это самое главное. А вот какая-то рефлексия богословская возникает позднее. То есть я правильно понимаю, что вот если вернуться к притче о саморенении, нам нужно задаться вопросом не о том, как... Отец Вадим Кикин, преподаватель в семинарии, преподаватель догматического богословия, он всегда начинает... Я не знаю, как сейчас, но в свое время у него была традиция. Он начинал курс своих лекций на втором курсе семинария с фразой такой сакраментальной, что «Не спрашивайте меня, спасутся ли афроамериканцы». Вот. Я не знаю. То есть здесь вопрос действительно не в этом. Спасутся ли те, кто живет православно, не исповедуя право, да? То есть не являясь православными по религиозной принадлежности. Здесь в большей степени вопрос себя, насколько ты, говорящий, что ты православный, да, то есть ты славишь право, не проходишь день за днем мимо Христа, даже не задевая его плечом. Вот. В этой связи мы много говорим о бортопраксии. А в чем практика? Это самая главная практика для христианина заключается. Что нужно в первую очередь? Ну, опять же таки, для вас, на ваш взгляд, с чего нужно в первую очередь начинать становиться православным христианином? Ну, понятно, что первое, что приходит, это, конечно, ближние, да, твои взаимоотношения с людьми. Но мы упираемся в ту ситуацию, когда сил-то на это нет внутренних. Я себя умом понимаю, как говорит апостол Павел, что хорошо, но этого добра не делаю. Я умом понимаю, что это плохо, и делаю это. Кто меня от этого спасет? Поэтому с точки зрения христианства, в первую очередь, это практика причастия. То есть это практика общей соборной молитвы, практика причастности нашей ко Христу, потому что только в этом мы, по сути, черпаем силы для того, чтобы стать человеком. Чтобы прежде чем стать христианином, надо еще стать человеком. Потому что христианин — это уже ступенька ко Христу самому. Ну, как я, может быть, даже вспоминал и в этой студии фразу Честер Тоннен, который говорил о том, что... Тоже, кстати, очень такая вещь. Я, когда ее впервые прочитал, это было достаточно давно, я вдруг... Мне как-то такое отрезвение пришло. Он сказал так, что прежде чем стать христианином, то есть прежде чем креститься, прежде чем вообще надеть на себя крест и сказать, что отныне я Христов, человек должен стать приличным человеком или джентльменом. Да, джентльмен — приличный человек, человек приличия. В этом смысле вдруг становится понятным, что оказывается христианину вообще постыдно работать, например, над своим хамством. Его, в принципе, не должно быть в тот момент, когда ты становишься христианином. То есть ты из себя как раз это все вычистил, вымел. Не должно быть хамства, не должно быть грубости, не должно быть, я не знаю, какого-то нездорового цинизма, самопревозношения такого, да. То есть это все удел некого мещанина, и это не удел джентльменом. Только настоящий джентльмен, то есть приличный человек, может стать христианином. Вот это вещь, которая меня в свое время поразила. И опять же таки она расставляет много на места. Нам становится, например, понятна практика оглашения, да, то есть дот принятия крещения. Там ведь не только происходило обучение человека вере, то есть читали Евангелие там и так далее, но основной был призыв к покаянию, то есть к перемене ума. Если ты, скажем, многоженец, что было достаточно распространенным в Римской империи, того времени, в первые века, ты должен от этого, например, отойти. Если ты винопийца, ты должен от этого отойти. Если ты воруешь где-то на рынке, ты должен об этом забыть. И если это вдруг такая ремиссия происходила с человеком в период его оглашения, таинство крещения отодвигалось на некоторый срок. То есть ему определяли уже покаяние. То есть ты христианином быть не готов. Тогда вот еще раз вернусь к своему вопросу. Если, то есть с причастием мы поняли, мы говорим еще и в том числе, что христианина должен оставаться христианином, скажем, в быту, в жизни вне храма. То есть храм нас собирает, ну, в самом таком минимальном варианте, да, это по воскресеньям и по субботам. Пять дней в неделю человек-христианин живет вне стен храма. Вот в быту ортопраксия должна реализовываться в чем? Что должен делать человек, скажем, такого, опять же таки, как вам кажется, что люди, видя его, говорили, это христианин. Это не просто джентльмен, приличный человек, а это именно христианин. Ну вот интересная вещь, что если мы смотрим на церковь снаружи, ну или вообще на какое-то духовное, да, то, скажем, для секулярного общества, для людей мирских, на первом месте нравственность, да, какие-то приличия, правила, да, нормы морали, а Христос и все остальное, это на втором и третьем, и в принципе можем это и отбросить, что и происходит сейчас. А для человека, который в церкви, все наоборот. То есть первично это Христос, а уже там облика морали, там нравственные какие-то вещи, это вторичный продукт. Вот это очень интересно понять, потому что путь христианина – это путь уподобления Христу. То есть человек смотрит на поступок христианина, и он может сказать, ой, это высокоморальная какая-то, он подставил там вторую щеку, да, или там что-то, да, это высоконравственная личность. А он, ну, и получается, что если бы не было Христа, то человек опять это сделал просто, ну, там, ради показухи, например, да, чтобы его похвалили, чтобы показаться джентльменам, чтобы показаться каким-то личностью, там, культурной, там, воспитанной и так далее. Это опять, ну, некая роль социальной похвалы, потому что она реально есть. Общество, в принципе, таких людей вполне может похвалить, что ты молодец, образованный, благовоспитанный, благонадёжный, но с точки зрения христианства это всё тлен. С точки зрения христианства я это сделал, потому что этого хочет Христос. Я в Евангелии встретился со Христом, я в церкви встретился со Христом, я знаю, как он жил, и я должен жить так же. Поэтому я это делаю не потому, что это одобривает общество, не потому, что кому-то там это. Просто я понимаю, что иначе мои взаимоотношения со Христом будут натянуты. Мне самому от этого будет сложно. Я сам от этого буду страдать. И я не хочу от этого страдать, потому что я чувствую, что Господь меня любит настолько, что просто стыдно сделать иначе. И вот этот интересный момент, что я так поступаю не ради социального одобрения, я так поступаю, не чтобы меня кто-то похвалил. Мне, в принципе, это чуждо. Не потому, что чуждо... Апостол Павел говорит, чтобы жил во мне Христом. Да, во мне... Я хочу, чтобы он во мне... А как он будет во мне жить, если я буду жить, как он? То есть вот это и есть, по сути, рождение Христа в человеке, когда он поступает в жизни так же, как поступает Христос. Ведь Евангелие нам уникальный материал дает, да? Это не просто описание, какие у него были брови, какие... Это и внешние какие-то зарисовки, хотя очень такие, да? Да, минимальные, отрывочные. Но в основном это именно ортопраксия. То есть это то, как правильно поступать, а не как правильно славить. Ведь там всего лишь одна молитва в Евангелии, и сколько дел, да? Вот это как раз тот процент, сколько должно быть практики, а сколько теории. Господь не дает там теории. Господь показывает, как надо делать. И даже вот те вопросы фарисейские к нему, это тоже Господь говорит, смотри, даже из этих вопросов, если ты будешь со мной, ты сможешь выпутаться. Потому что это вопросы, которые пытаются подловить, а истина, она выше вот этих сетей. И вот это очень интересно, да, что Господь в Евангелии дает нам как раз ортопраксию. И если ты будешь делать так же, как делал Христос, ты и станешь Христом. То есть ты будешь, на самом деле, православным. Ну, поблагодать. Да, Христом, потому что ты делаешь так же, как делал Он. И ты поэтому уже с Ним неотделим. И на пути вот этого врастания Христа в тебя и тебя во Христа, ты становишься и человеком, и христианином. Конечно, это трудный процесс. Это и есть, по сути, путь покаяния. То есть путь постепенного приближения к этому идеалу. Сразу не получится. И ни у кого не получается. Это так же, как Христос говорит, как семя, оно прорастает, на это нужно время. Так же и вы в Царстве Божьем должны потихонечку прорастать. Это трудный путь. Скорлупка трескается у зерна, оно, по сути, умирает. Она отдает все соки тем листочкам, тем корешкам, которые из него выходят. И это и есть, по сути, вхождение в Царство Божие. Постепенное врастание вот во Христа. Спасибо, отец Николай. К сожалению, передача наша подходит к концу. Я бы тоже хотел резюмировать. И хотелось бы мне вспомнить двухнедельной давности воспоминания страшного суда. Я во время литургии на проповеди об этом людям сказал. И, может быть, сейчас вот есть смысл как раз, может быть, повториться и транслировать это на общее обозрение. Там очень интересный образ, который ранит людей. Как-то не сочетается вдруг он с миролюбивым Христом, Христом, который принес любовь и так далее, и так далее. И, кстати, никакой ортодоксии, извиняюсь, что перебиваю. То есть сплошная ортопраксия в этой притче. То, что ты реально сделал. Не какой-то там католик ты был или православный, или протестант, а то, что ты сделал. Это тоже интересная вещь. И дам образ отделения коз. Избегу названия козлищ, козлов. Вот. Коз от овец. И главные противоречия святыми отцами, в общем-то, здесь проглядывается в том, что коза, как животное, она очень теплолюбива. И, в общем-то, пастух, он всегда отделяет коз от овец. Коз он заводит в сарай, в некое укрытие, чтобы они не мерзли. Овцы могут иногда и на улице стоять, если нет места в помещении. И вот сегодня, со всеми вами прощаясь, в ходе нашей беседы, я вам в первую очередь хотел бы, дорогие братья и сестры, пожелать не быть теплолюбивыми, жаждущими комфорта, такими козочками. Вот. Потому что действительно, христианство вовсе не о комфорте. Душевном, телесном. Оно никаких гарантий благополучных не дает. Оно как раз призывает к абсолютному где-то и отсечению, и иногда абсолютному такому самоваянию, самоотверженному. И вот об этом бы нам с вами помнить на все время Великого Поста. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин